ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Республике предприниматели выносят на суд свои бизнес-идеи. Вердикт за комиссией. В роли жюри – Совет по экономическому развитию при главе Хакасии. Его президиум выбирает лишь выгодные для региона проекты, сугубо финансовой или социальной точки зрения. А выбирать приходится тщательно. Желающих заручиться поддержкой правительства с каждым годом становится больше. Бакан, Черногорск, Усть-Абакан, Сорск. Практически все муниципальные образования активно начали участвовать в этом процессе. Те, кто сегодня на старте, конечно же, они и выиграют. Нам надо об этом больше говорить. Наш бизнес убеждать, уговаривать, помогать им идти в этот рынок. Очень бы хотелось, чтобы развивались наши предприниматели, росли на этом. Они для нас прозрачны. Через фильтр экономического совета проходят не только начинающие предприятия, но и старожилы. К примеру, сегодня на гранты рассчитывает Абаканский хлебозавод, одно из старейших предприятий столицы Хакасии. Оно открылось еще в первой половине прошлого века. За все это время завод расширялся и по числу рабочих мест, и по количеству выпускаемой продукции. Сегодня здесь работают больше 140 человек. Но вот с модернизацией самого производства всегда оставались непреодолимые трудности. Предприятие большое, конкуренция не меньше, а хлебобулочные изделия хоть расходятся по всей Хакасии и югу Красноярского края, только выручки на модернизацию все равно не хватает. Нужны крупные вложения. Оборудование было наполнено тоже с 64-го года. То есть это ни много ни мало, практически полвека это предприятие отработало в этом здании, в этих цехах и на этом оборудовании. Конечно, за это время производилась модернизация отдельных участков, каких-то отдельных, ну скажем так, узлов, агрегатов. Мы производим, конечно, очень качественный продукт, вопросов никаких нет, но очень много затрат на то, чтобы произвести, в частности, трудозатрат очень больших. Поэтому сегодня уже хочется сделать немножко по-иному, хочется облегчить труд человека, ну и качество продукта, естественно, поднять еще на более высокий уровень. Вывести производство на иной уровень для этого Абаканскому хлебозаводу понадобится 37,5 миллионов рублей. Естественно, часть вложений берет на себя предприниматель, но контрольный пакет акций 75% принадлежит правительству Хакасии. Стратегический объект по обеспечению жителей регионов местным хлебом не может остаться без поддержки, уверен Совет по экономическому развитию. Специалисты рассмотрят возможные варианты финансирования. Особое же внимание Совета привлекли менее масштабное производство. Так, предприниматели Сорска планируют открыть тепличное хозяйство и небольшой консервный цех. На защиту проекта приехала и городская администрация. Данное производство для Сорска очень эффективно, потому что Сорс находится в такой климатической зоне, где частники не могут на своих приусаденных участках выращивать продукты, ну, овощные продукты, те же самые помидоры и огурцы. 120 километров от Абакана и любая продукция, которая приезжает к нам в Сорск, она уже сразу становится дороже. И, ну, в этом же и преимущество этого проекта, что в округе нигде нет конкурентов. Вообще никто, конкуренции нет абсолютно никакой. При таких аргументах даже небольшие шероховатости в бумагах не повод отклонять проект, уверен Совет. Нужно просто-напросто уточнить сами какие-то цифры, но поддержка должна быть абсолютно точной. Таким образом решится вопрос в том числе инвестиционной привлекательности этой территории. Финансовая поддержка – это не единственная помощь, которую может получить бизнес. Сегодня во всех регионах, и Хакасия не исключение, пересматривают законодательство. Уже с 2014 года инвесторам станет дышать легче, без проволочек и лишних бумажных волокит. Государственный курс – создать благоприятный климат для тех, кто хочет пустить свои средства в оборот, работать на себя и приносить доход в казну в виде налогов. По 2-3 месяца. В стройку начать год надо. Все, что касается малой этажной застройки, вообще упростить до минимума. До осенних сессий мы должны приготовить нормативную базу и выйти в Верховный Совет уже с конкретными законопроектами, чтобы наш бизнес увидел, что мы готовы идти навстречу. Новые рабочие места и налоги. Как изменится ситуация с учетом новой господдержки, специалисты посчитают по итогам года. А вот по результатам прошлого, малый и средний бизнес в Хакасии сработал с плюсом. Их доля отчислений приближается к миллиарду рублей. Для сравнения, в 2009 году эта сумма не превышала 600 миллионов. Редактор субтитров А.Семкин